Приветствую вас. К сожалению, довольно плохо написан текст, с точки зрения грамматики, поэтому я не буду его читать в общих счетах. Пишет девушка, она встречалась с молодым человеком, какое-то время у них были теплые отношения. Потом он перестает вдруг с ней общаться, она ему признается в любви, а он сказал, что не принял ее, и сказал, что ему нельзя влюбляться. Она расстроилась, ей больно, я не общалась сама, потом она ему сама писала, и соответственно у них были еще контакты по поводу друга, после чего он ее заблокировал. И она пишет о том, что я ему плохого делала, делала, за что, я не понимала, ничего не понимала. Вы столкнулись с отказом, вы столкнулись с травмой отказа, отвержением, вот это на самом деле очень больно, и вам нужно это будет помочь прожить. Только сколько нужно, это первое. Второе, очень важно, что для вас молодой человек значил, и какая векторность у вашего чувства к нему, то есть что это за чувство. У меня сложилось ощущение, что это потребность какая-то, зависимость от человека, вот, и соответственно нужно увидеть, какую потребность в чувстве к молодому человеку вы пытаетесь реализовать. Следующий момент, это то, что вы здесь чувствуете себя бесцененными, судя по всему, да, то есть отказ отвержения вас обесценил, это означает, что вы себя обесценивали и до этого. Опять же нужно увидеть, как вы себя обесценивали, и перенаправить эту энергию на наоборот ощущение ценности, то есть повысить вашу ценность, повысить чувство собственной ценности. Тогда отвержение не будет так болезненным. Что касается молодого человека, то здесь история больше про то, что он просто испугался, не готов к отношениям, вот, и я более чем уверен, что к вам лично его действия, его поступки и отношения не имеют. А то, как вы переживаете эту ситуацию, связано исключительно с вашей собственной проблематикой, которая была еще до того, как вы молодого человека встретили. На это нужно обратить внимание, это нужно проработать, и я думаю, что тогда все будет хорошо. Очень важно то, как вы выстраиваете отношения с мужчиной, мне показалось, что вы выстраиваете их на гендерных основаниях, то есть исключительно на том, что вы женщина, а он мужчина, вот, то есть довольно мало личностного компонента. Вот, необходимо этот личностный компонент развивать, чтобы отношения были более глубокими, более разносторонними, тогда люди скорее всего так поступать не будут. Нет, понятно, что полностью на 100% от этого не будете защищены, но вероятность снижается очень сильно. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok